У южных границ России прошли масштабные военные учения. В Дагестане отработали взаимодействие пехота, танкисты, артиллеристы и инженеры. Условный противник – банда террористов. Военные выполнили весь комплекс задач. Обнаружили врага, закрепились на позициях, накрыли заданную территорию огнем градов. Пехота зачистила местность. Мурат Магомедов наблюдал за ходом учений. Поднимая клубы пыли, 46-тонные боевые танки Т-90А выходят на огневые позиции. За ними на бронетранспортерах наступают военнослужащие мотострелковой бригады Южного военного округа. На дагестанском полигоне «Дальний» проходят небывалые по размаху тактические учения с боевыми стрельбами. Танки, боевые машины, пехоты, самоходные артиллерийские установки, система залпового огня, град. Всего более 300 единиц военной техники, более 2000 военнослужащих. Таких масштабных учений у южных границ России не было 7 лет. Военная техника направляется в зону контртеррористической операции. По легенде учений, обнаружена и блокирована крупная группа боевиков. Оставлена задача – уничтожить членов незаконных вооруженных формирований. Разведчики первыми проникают в зону КТО, прочесывают каждый метр. Этот полигон для них особенно сложен. Вокруг много сопок. Прямой видимости на больших дистанциях нет. Самую большую сложность составляет это умелое использование складок местности. Потому что мало просто из точки А дойти в точку Б. Необходимо это сделать незаметно для врага в первую очередь. И, соответственно, вскрыть его местоположение. По пути движения разведывательная группа обнаружила устроенную противником засаду. Координаты передаются на командный пункт. Спустя 3 минуты артиллерия готова открыть огонь на поражение. Через несколько мгновений звучат первые залпы. Система залпового огня «Град», выпустив более 60 реактивных снарядов, молниеносно поражает противника. Теперь приказа к наступлению ждет пехота. Пулеметчики и автоматчики давно готовы. Орудия боевых машин заряжены. По команде первыми бьют по врагу танки. Следом шквалистый огонь открывают пехотинцы. Практическая стрельба и сегодняшний этап представляет наибольшую сложность, потому что требуется областованных усилий и высочайшей подготовки и мастерства всех командиров. Общевоисковых подразделений, артиллерии, ПВО, подразделений боевого обеспечения. От их деятельности зависит в первую очередь результат огневого поражения, ну и, соответственно, выполнения боевой задачи. Результатами учений командование осталось довольно. Военнослужащие показали отличную выучку. Бригада готова в реальных условиях решать задачи любой сложности и на территории Дагестана, и в любом другом регионе.